На протяжении нескольких десятилетий Уоррен Баффет применяет стоимостный подход к инвестированию, который вывел Berkshire Hathaway на шестую по величине компании позицию в индексе S&P 500. Также Уоррен Баффет четвертый самый богатый человек в мире, и это веские причины, чтобы обратить внимание на то, что он говорил 2 мая на ежегодном собрании Berkshire Hathaway в течение 5 часов. Первые 60 минут Баффет обсуждал ошибки, которые Америка должна была исправить за последние 244 года. Затем CEO Berkshire Hathaway поделился своими незаурядными взглядами на рынки, экономику, корпоративное управление и многое другое. Уоррен Баффет поднимал тему, которая интересна не только инвесторам фонда, но и инвесторам всего мира. Приведем несколько примеров его высказываний. «Причина, почему США никогда не допустит дефолт по своим долгам. Если вы печатаете облигации в собственной валюте, вопрос о том, что произойдет с валютой», — сказал Баффет. «Он подчеркнул, что США были умны, чтобы выпустить свой долг в собственной валюте. Другие страны этого не делают и получают проблемы», — отметил Баффет. В качестве примера он привел Аргентину, имеющую задолженность не в валюте страны. Множество компетентных стран будут иметь подобные затруднения в будущем. Растущий государственный долг США беспокоит многих, поскольку сокращение налогов и наращивание расходов создают постоянный разрыв. В своем объяснении Баффет выделил возможности, которые отличают казначейство США. Правительство владеет типографией, чтобы выплачивать деньги держателям своих долгов. «Если бы я мог выпускать валюту баксы Баффета, у меня была печатная машинка, и я мог бы занимать деньги, то я бы никогда не допустил дефолта». Это общий мотив современной теории денег, а также Алана Гринспена, американского экономиста и бывшего председателя ФРС США, который однажды заявил «Соединенные Штаты могут выплатить любой долг, который у них есть, потому что мы всегда можем напечатать деньги, чтобы сделать это, так что вероятность дефолта равна нулю». Разумеется, если просто печатать деньги для оплаты обязательств, последует разгон инфляции. Пассивное инвестирование не умерло. Несмотря на нестабильность на фондовом рынке в последние месяцы, вызванную пандемией коронавируса, Воррен Баффет продолжал защищать индексные фонды. Это взаимные фонды, которые отслеживают рыночные индексы, такие как Standard & Poor's 500. В индексных фондах есть что-то особенное. Именно эти фонды являются ключевым компонентом его имущественного планирования. Баффет подчеркнул это, признаваясь, что его вдова будет иметь 90% средств в индексных фондах. «Я думаю, это лучший совет, чем тот, что обычно получают от людей, которым платят за советы». Баффет против активных стратегий выбора акций и снова рекомендовал инвесторам размещать свои средства в пассивно управляемом индексном фонде. Среди преимуществ Баффет указал на низкие комиссии, предлагаемые индексными фондами, а также прибыльные результаты. Поэтому вкладывать деньги в индексы – разумный способ инвестирования. Стоит отметить, что владение пассивно управляемым индексным фондом, например, с ориентацией на индекс S&P 500, не подразумевает того, что это будет фиксированный набор акций. 50% компаний S&P 500 могут быть заменены в течение следующих 10 лет, отмечает Банков Америка. Стратеги банка увидели закономерность, что действующие компании сталкиваются с сокращением цикла продолжительности жизни. Эти процессы частично обусловлены сложным сочетанием технологических изменений и экономических потрясений. Компании часто выпускают возможности адаптироваться или использовать изменения, поэтому управляющие фондами заменяют акции падающих компаний на растущие. Если следовать совету знаменитого инвестора об инвестировании в ETF, какие фонды стоит рассматривать к покупке? Баффет обычно говорит о ETF на S&P 500, представляющем хорошие средства американского бизнеса. Инвесторы также могут рассмотреть возможность покупки S&P 500 ETF равного веса. Это означает, что каждая компания взвешена одинаково, а не по рыночной капитализации. Где перевешивают технические титаны? ETF на NASDAQ 100. Здесь стоит отметить ввиду, что Microsoft, Apple и Amazon являются тремя крупнейшими компаниями, которые составляют около 33% портфеля. Это взвешенная цена, означающая, что крупнейшим компонентом является Apple. 8,5% портфеля, так как он торгуется по самой высокой цене. Влияние ситуации с COVID-19. Инвестор-ветеран признает, как трудно определить риски количественно. Лучше всего ошибаться, оставаясь на консервативной стороне. Он особенно выделил энергетику, розничную торговлю, авиакомпании и нежилую недвижимость, как отрасли, которые были дестабилизированы как с ситуацией с COVID-19, так и последующими жесткими заградительными мерами. По мнению Баффета, с точки зрения роста и прибыльности эти сектора вряд ли продемонстрируют прошлые успехи. Делать ошибки и помогать плохим идеям – это часть процесса. Одним из самых цитируемых и противоречивых моментов на ежегодной встрече стало заявление Ворона Баффета о том, что он отказался от своих долей в миллиарды долларов в четырех крупнейших авиалиниях США. Мир изменился для авиакомпаний. Обозначил он потенциальное долгосрочное воздействие COVID-19. Будучая авиакомпаний, по мнению Баффета, неясна в течение ближайших двух-трех лет. Эта новость была встречена неоднозначно, поскольку Баффет известен своим принципом, говоря, что его любимый период удержания – это навсегда. Баффет сказал, что покупка акций авиакомпаний была моей ошибкой. Цена ошибки – около двух миллиардов долларов. Первоначальные инвестиции в эти компании составили около восьми миллиардов. Продано примерно за шесть миллиардов долларов. Успешное инвестирование – это больше, чем просто покупка победителей. Речь идет и о том, чтобы продавать смиренно и дисциплинированно, когда допущена ошибка. Сбрасывать лузеров – это также часть стратегии. Учит Баффет. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Дорогие друзья, как вы видите, мы переработали концепцию канала. И теперь на данном канале будут опубликовываться самые интересные новости в мире экономики и не только. Обязательно поддержите этот выпуск лайком и напишите в комментариях свое мнение. Дорогие друзья, мы очень стараемся для вас, поэтому нам необходима ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписались. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И обязательно поделитесь ссылочкой на канал со своими друзьями. Спасибо большое за просмотр. Берегите свое здоровье и оставайтесь с нами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok